Сегодня ко мне в гости зашла одна давняя знакомая. Она присела на диван и тут же начала жаловаться, жаловаться на себя, на соседей, еще на что-то. Я почувствовал некомфортность вот в этой вибрации, в этой энергетике. И вспомнил о своем подобном опыте. Вспомнил, как сам играл когда-то в эту игру. Было приятно почувствовать себя таким маленьким. И пожалейте меня, вот я такой вот поиск защиты, желание защититься от мира, недоверия к миру. Ну, в общем, много еще чего. Я сейчас совсем про другое хочу рассказать. И вот в какой-то момент, играя вот в эту игру, мне попалась книга священника Уилла Боуэна. Это было где-то в 2007 или 2008 году. И в этой книге описывался один такой способ. Книга называлась «Мир без жалов». Священник придумал такой способ для своих прихожан сначала, а потом этот метод стал распространяться по всему миру. Итак, они одевали на руку фиолетовый браслет. И 21 день нужно было с этим браслетом проходить. Задача была следующая. В течение 21 дня исключите из своей жизни критику, любую, жалобы и недовольство, раздражение. А, сплетни. Значит, жалобы, критику и сплетни. Если ты в течение одного дня выдерживал это, а на второй снова начинал включаться в эту игру, снова начинал жаловаться, быть недовольным, то твоя задача была переодевать браслет на другую руку. И так каждый раз, когда ты нарушал, нарушал, нарушал это правило, твоя задача была переодевать браслет на другую руку. В идеале мастером становился тот, кто 21 день ходил с этим браслетом на одной руке. Ни одной жалобы, ни одной критики, ни одного недовольства, ни одной сплетни. Я в тот момент не нашел никакого подходящего браслета, а уж тем более теоретового браслета, как было нужно по данной методике. Я просто начал наблюдать за собой. И в первый момент меня вообще-то удивило, насколько, оказывается, мое время, как много, вернее, времени я на самом деле трачу на что? На то, чтобы пожаловаться, время я трачу быть недовольным, кого-то где-то осудить. А вот это вот открытие, оно меня потрясло больше, чем открытый мной вот этот вот метод. И когда я понял, что я столько времени впустую вообще трачу непонятно на что, то я начал за собой наблюдать, и сначала самая первая, там была моя такая самая большая игра в жизни, пожаловаться, я начал наблюдать за тем, как во мне вот это состояние возникает. А, вот я сейчас вот это скажу, и как раз так останавливался, останавливался, останавливался. И вот сегодня, когда я услышал со стороны другого человека, когда он жалуется, я удивился, насколько для меня это стало не то, что там где-то в прошлом. У меня такое ощущение вдруг возникло, что это вообще было не со мной. Поэтому я точно знаю, что вот этот вот способ воздерживаться от желания пожаловаться, посплетничать, покритиковать, что вот этот способ, он работает. И разность своего внутреннего состояния тоже абсолютно разность. А, в общем, состояния разные. Когда ты находишься в состоянии недовольства, критика, сплетника, и когда ты это не делаешь, это два абсолютно разных состояния. Во-первых, нет абсолютно, вот в состоянии, когда этого нет, ты абсолютно расслаблен, ты чувствуешь внутри состояние, такое согласие с собой. В общем, состояние счастья. Но в первый момент, вспоминая вот то еще время, мне казалось мне, что это невозможно. Я просто не смогу вот вдруг перестать жаловаться, быть недовольным. Оказывается, что это возможно. Прошел, конечно, не один год, но мои нейронные связи новые сформировались. Моя биохимия теперь действует, наверное, как-то по-другому. В общем, предлагаю вам тоже воспользоваться этим методом и хотя бы 21 день прожить без жалоб, недовольств, критики и осуждения.